Здравствуйте! С вами Наталья Титова и каталог полезных покупок Страна Советов. В ближайшие полчаса мы не только направим вас на дороги шопинга, но и докажем, что можно преобразиться своими силами. Без сложных стрижек и окрашиваний мы создадим новый образ для еще одной героини нашей программы. Итак, вот что ждет нас сегодня. Будем раскрывать секрет молодости, поговорим о мечте, пожалуй, любой женщины и попытаемся с первого раза выговорить Камбербетч. Нехватка времени на себя и, как следствие, образ, в котором жить не совсем комфортно. Именно с такой проблемой к нам обращается большинство участниц нашего преображения. Давайте познакомимся с еще одной из них. Сегодня мы преображаем Марину 30 лет. Считает, что мама всегда должна быть эталоном и примером для своих детей, особенно дочек. После последней беременности набрала 20 килограммов. Сейчас пришла в форму, но за это время ее гардероб безнадежно устарел. Итак, Марин, начнем с традиционного вопроса. Почему решили вообще ставить заявку и поучаствовать в Стране Советов? Потому что у меня подрастают девочки, три дочки. Они сейчас уже сами следят за модой и мне бы хотелось от них не отставать, ну и быть для них примером, эталоном какой-то женственности. Я практически не пользуюсь косметикой и некогда. И не умею. Что сейчас представляет из себя гардероб и какие вещи там чаще всего встречаются? Так как недавно я родила еще одного ребеночка, поэтому гардероб оставляет желать лучшего. Это все практичные вещи. Это свитера, джинсы, темные брюки. Мне бы хотелось быть более женственной, именно носить платье, юбки. Хочется быть более яркой, более нарядной, красивой. Сегодня мы постараемся помочь Марине создать тот самый женственный образ, который она так хочет на себя примерить. Ну а на следующей странице позаботимся и о себе. Попытаемся раскрыть секрет вечной молодости. О, обед! А, кстати говоря, что может сделать девушка во время обеденного перерыва? Накрасить ногти, сходить в магазин, пообедать в конце концов. Или же помолодеть. Да-да, это абсолютно реально. Процедура генезис тонинг, в основе которой лежит воздействие лазерного света на кожу человека, по длительности не займет у вас более 20 минут. Но взамен вы получите массу преимуществ. Эффекты, которые дает процедура генезис тонинг. Первое – это осветление кожи. Второе – улучшение микроциркуляции. Третье – лифтинг эффект. И четвертое – в результате совокупности данных методов воздействия – общее омоложение. Данная процедура применяется не только по коже лица, но точно так же используется в техниках омоложения шеи и области декольте. Процедура является комплексной. В зависимости от состояния кожи назначается курс от 2 до 5 процедур. А благодаря тому, что методика не агрессивна, реабилитационный период отсутствует. А это значит, что сразу после приема вы можете смело отправляться на работу и даже на праздник. Говорят, что красота требует жертв. А вот болезненная ли эта жертва узнаю прямо сейчас. Испробую все на себе. Не поверите, ничего не чувствую. Правда, ничего. Немножко тепло. Так и должно быть. У меня будут самые молодые руки. Очень комфортно. Центр медицинской косметологии «Афродита» поможет подчеркнуть вашу красоту и избавиться от недостатков. Запишитесь прямо сейчас на первичную бесплатную консультацию специалиста по телефону. 77-88-55 или 32-33-88. Центр медицинской косметологии «Афродита» Володарского, 157. Начнем мы с создания образа для Марины, конечно, с подбора одежды. По правилам программы мы создадим для нее шесть образов. Три она сама, для себя еще три. Для нее один из наших фэшн-экспертов. После остальные оценят собранные комплекты и выберут то, в чем Марина предстанет перед нами в самом конце программы. Итак, наш выбор вашему вниманию. Очень красивый цвет, но длина, мне кажется, с моим ростом это будет не очень. Но померить можно. Очень забавный принт. Мне нравится прямой силуэт. Хотела бы посмотреть, как он будет, такой силуэт, смотреться на мне. Мне очень нравится цвет. Смущают, конечно, эти пайетки. Но модель очень симпатичная. Сегодня образы для героини преображения создает Анна Новокшонова, специалист по продвижению глянцевого издания. Практически каждый день, сталкиваясь с модными снимками и фотосессиями, Аня следит за модой и в курсе всех актуальных тенденций. Первое, мы выбираем юбку. Я думаю, что остановимся мы с вами навязанной. Зимой это очень удобно, очень практично. Мягко, комфортно, но при этом она за счет бусин достаточно игривая. Подберем ей пару. Попробуем примерить к этому образу пудровый свитер. Он достаточно нежный и спокойный. Уродовесит наш достаточно активный низ. Наш первый образ был достаточно девичьим, уютным. Я думаю, так как она у нас мама, нужно подобрать что-то более практичное, в чем можно ходить и быть при этом модной. Я думаю, что начнем мы вот с этого свитера, джемпера. Можно, конечно, джинсы, но синие брюки, это не так скучно, как черные. Мы остановимся на них. Зимой замши и оттенки драгоценных камней, которые смотрятся очень богато и нарядно. Я думаю, что одно из них мы обязательно нашей героине примерим. Благодарим за предоставленную одежду магазин женской одежды «Милла». Торговый центр «Микс», второй этаж. На чем же мы остановили свой выбор, увидим чуть позже. Но на этом наш шопинг с Мариной не заканчивается. Сейчас она отправляется примерять меха из-за консультации специалиста. Ну вот сейчас в этом сезоне очень модна цветная кожа с цветным принтом. В этом сезоне она очень популярна. Также желтый цвет брюнеткам хорошо подходит. И у нас есть дополнительный аксессуар, сумочка. Хотела бы предложить удлиненный вариант жилета камышового кота. Очень необычно, эксклюзивно. Мне Марина по секрету рассказала, что она очень любит белый цвет. И поэтому мы решили ей предложить белую шубку из меха Рекс. Короче, нам модель идеальный вариант для автоледи. Порадуйте и вы себя теплыми обновками в меховом ателье «Анюта». Вы можете купить как готовые изделия, так и сшить что-то на заказ по собственным меркам. Меховое ателье «Анюта», проспект Строители 11 и торговый центр «Гигамарт», третий этаж. Сегодня образы героини программы оценивают. Елизавета Машонкина, руководитель студии моделей, обладательница титула «Российская красавица» Приволжского федерального округа, а также участница различных конкурсов красоты. Владимир Долецкий, модный фотограф. Организатор фотопроекта «Мэджик Айс», в рамках которого работал с известным визажистом из Лондона Джулия Лаза, преподаватель одной из самых крупных сетей фотошкол. Александра Хитрина, визажист. Обучалась мастерству у ведущих специалистов индустрии красоты. Саша – шопоголик. Она любит моду и все, что с ней связано. Мы начинаем нашу примерку, и для начала увидим три образа, которые выбрал для себя сама Марина. Ну, Марина выглядит, по крайней мере, уверенно в нем. Ей действительно красиво. Красивый V-образный VS, пышная юбка. Я думаю, что хороший образ. Платье смотрится, в принципе, неплохо. Цвет выигрышный, но на героине оно не очень сидит. Оно придает ей возраста. Плюс белые туфли. Вижу, что сзади такой звериный принт, что-то под рептилию. Ну, совершенно здесь не сочетаются серебряные пуговки и белые туфли с рептилией. Туфли белые. Ну, возможно, можно было сделать их черными, потому что на них такой акцент выделяется. Туфельки такие беленькие на высоком каблуке. Ну, мне нравится. Я думаю, наверное, тоже бы остановился на таком выборе. Ну, не для себя, конечно. Платье достаточно яркое. Фасон не могу понять, потому что кардиган сейчас очень сильно перекрывает это платье. Я так понимаю, что героиня пыталась сочетать черные туфли с черным кардиганом. Ну, такой он молодежный образ. Думаю, что даже можно на выход его надеть. Но мне почему-то хочется его отдельно, именно без верхней одежды. В основном платье такое интересное, красивое. Такие там всякие узорчики. Туфельки тоже красивые. Само то, вот выйти, например, выделиться где-нибудь на улочке. Я бы что-то здесь, наверное, изменила с точки зрения обуви, что-то поинтереснее, да, отыграло бы, возможно, вот это платье. Я думаю, даже можно было с кроссовками этот образ надеть, чтобы оно выглядело именно интереснее намного. И даже можно было бы с белыми какими-то кедами. Я думаю, на работу куда-нибудь сходить сама, а то куда-то, если на какие-то мероприятия, это не вариант. Обычный образ, ничего такого примечательного. Ну, сюда бы я добавила какую-то яркую сумочку, какие-то аксессуары наши, может быть, шарф. Либо поменять обувь, ну, достаточно скучно смотрится. Вверх, ну, я так понимаю, что это блузка цвета асфальта, ну, что-то такое серое. Темная блузка, немножко ее прямо, как мышку серит, как бы, не знаю, так можно сказать? Нет, давай брежем это. Впереди у нас еще три комплекта, ну, а сейчас отправляемся в кино. Чем же смогут порадовать себя киноманы на этой неделе, расскажет Илья Панов. Начнем сегодняшнюю рубрику с самого милого, доброго и красочного трейлера, который я только видел за последнее время. Мультипликация троллей расскажет нам о розочке, которая спасает от нависшей опасности всю троллинную страну. Так вообще говорят, троллиная страна. Тролевая, может, или троллячья. Розочка главная заводила у троллей. Она, кстати, не виновата в том, что так счастлива. Просто она не сталкивалась с реальной угрозой. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Премьера Доктора Стрэнджа нового творения Марвел назначена на понедельник, 31 октября. Нетипичный выбор, но и фильм стоит особого внимания. В главной роли Бенедиктушка Кэмбербич, а рейтинг мировых критиков 98%. А если я скажу, что ваша реальность лишь одна из многих? Это противоречит здравому смыслу. Не во всем он есть. Не везде он нужен. Мы укращаем энергию и формируем реальность. Мы перемещаемся в пространстве. Быстрее мысли. Как мне попасть отсюда туда? А как вы стали врачом? Я этому учился долгие годы. Что это? Столько долгих лет я взглядывалась сквозь время. В поисках тебя. Эти фильмы и многие другие уже идут в кинотеатрах нашего города. А по результатам прошлых недель максимальная кассовая сбора у фильмов «Инферно», «Дом странных детей Мисс Перегрин» и «Аисты». Успейте посмотреть. Во второй части «Страны советов». Потанцуем под гармошку. Будем изучать анатомию с помощью подручных средств. И увидим, как преобразится героиня нашей сегодняшней программы. Сегодня мы преображаем Марину 30 лет. Считает, что мама всегда должна быть эталоном и примером для своих детей, особенно дочек. После последней беременности набрала 20 килограммов. Сейчас пришла в форму, но за это время ее гардероб безнадежно устарел. Напомню, что по правилам программы мы подобрали для Марины 6 образов. Три она сама, для себя еще три. Для нее один из наших фэшн-экспертов. Комплекты Марины мы уже видели. Теперь пришло время продолжить примерку. Один из самых ярких образов. Здесь присутствуют уже аксессуары. Единственное, что возможно, учитывая фигуру героини, может быть, вот эту водолазку, лапшу, мне кажется, что она плотновато смотрится. Возможно, здесь взять какую-то более простую блузку светлую, такого же молочного оттенка, но может быть, не водолазку. Долазка мне очень нравится. Ей хорошо к лицу. Думаю, что здесь какие-нибудь к ее длинным волосам можно было бы кудрить, сделать красивый макияж. Ей бы пошло, действительно. Если вы обратите внимание, в зоне талии она как раз-таки перекрывает эти бусины и увеличивает нам талию. Очень хорошо, что такая еще подвесочка твоя сделали интересная. Там тоже фотография чья-то. Ну, может, туда там, не знаю, своего дедушку там было бы что-то повесить. Красивые туфельки, интересные. Вот мне не нравятся почему-то эти белые туфли, они на такой платформе как-то смотрятся. Я думаю, что они очень неудобные. В принципе, к осени, ну, к той погоде, которая сейчас настоит, образ подходит. Возможно, бы я немного поменяла все-таки брюки. Ставила бы тоже узкие, но не настолько обтягивающие. Пальто красивого кроя сейчас такие модные. Клево, стильно так смотрится, все хорошо так сочетается. Само-то сейчас в эти осени такую погодку на улицу. Ну, такой походный образ по магазинам, очень удобный, универсальный. Ну, вот если выбирать один из всех, то пока я бы его не выбрала. Платье изумрудного цвета, красивое украшение, которое вытягивает именно зону декольте. Цвет, опять же, в принципе, нынешней осени. По фактуре вижу, что замшевая, ну, сделано под замшу, что очень актуально. Сейчас это модно, действительно. Сейчас все делают из замши. Брюки, блузки, платья. Красивая подвесочка, очень тоже хорошо гармонично смотрится с сумочкой. Сюда туфли, в принципе, вписываются. И клач здесь хорошо. И чувствует себя героиня в этом уверенно. Подчеркивает ее фигуру, талию. В этом платье можно пойти как на работу, убрав это украшение. А если его вернув, то можно пойти куда-то в кафе вечером с подругами. Сама ТОС ходит в такие там мероприятия, где, я думаю, подруги, друзья очень хорошо оценят эту девушку. В чем же мы увидим Марину в самом конце программы, чуть позже решат наши фэшн-эксперты. Ну, а мы сейчас выберем себе развлечение из нашей афиши. Начнем с аккордеониста-виртуоза Петра Дранге. 1 ноября он выступит в нашем городе с новой программой «Про любовь». О высоком уровне мастерства музыканта говорят не только его многочисленные поклонники и в особенности поклонницы, но и плотный гастрольный график, а также частые выступления на центральных российских телеканалах. Далее отправляемся на выставки. Иногда простое увлечение может перерасти в профессиональное мастерство, рождающее настоящие шедевры. Именно такие работы представлены на выставке-конкурсе «Вышитая картина». Здесь вы увидите огромное количество картин, вышитых в различных техниках. Гладью, крестом, бисером и других. Не упустите возможность взглянуть на привычные улицы города глазами фотографа. Выставка «Прогулки по Спасской» отражает интересные детали этой улицы, передает ее историческое очарование, выделяет архитектурные особенности и обращает внимание на то, на что обычный пешеход даже не бросит свой взгляд. Для того, чтобы познакомить кировчан с образцами рукописных книг, Музей Грина открывает новую выставку, где представит рукописные книги различного объема и формата. Кроме того, вы сможете увидеть художественно обработанные книги. Тревел-буки, созданные на основе впечатлений от путешествий и увлекательные красочные арт-буки. 3 ноября в России пройдет четвертая ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств», объединяющая все направления культуры. Приуроченная ко Дню Народного Единства, акция в Герцинге будет проходить под девизом «Искусство быть вместе». А вот на следующий день познакомиться с легендарными песнями моряков и посмотреть на зажигательные латиноамериканские танцы, а также послушать исполнение кавер-версии известных зарубежных песен, можно будет на «Ночи искусств» в выставочном зале. Завершать новый образ участницы преображения сегодня будет Анастасия Петухова, парикмахер и визажист, мастер по наращиванию волос. Считает, что красивые и ухоженные люди не только привлекательны, интересны и желанны, но и, как следствие, спокойны, уверены в себе и положительны ко всем окружающим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Салон «Парикмахерская» на Стахановской, 21 предоставляет все виды парикмахерских услуг. Мужские и женские стрижки, простые и сложные окрашивания, наращивание волос, шугаринг, солярий, маникюр и педикюр. Телефон 790-948 Мы уже заканчиваем работу над новым образом Марины и совсем скоро все вместе увидим ее результат. Ну а следующие несколько минут нашего каталога посвятим здоровью. Тазобедренный сустав – самый крупный сустав нашего организма. Именно на него приходится основная нагрузка. Он соединяет бедренные кости с тазом и имеет вид шарнира. Шаровидная головка тазобедренной кости покрыта прочным и эластичным хрящом, который обеспечивает амортизацию и подвижность кости. Таким образом он ее предохраняет от повреждений. Коксартроз или деформирующий артроз тазобедренного сустава – это наиболее частое заболевание суставов. Развитие коксартроза основано прежде всего на изменении качества суставной жидкости, которая в этом случае становится вязкой и густой. Хрящ из прочной эластичной структуры превращается в сухую, тонкую и шероховатую поверхность. Как правило, это связано с нарушением питания хряща тазобедренного сустава. Условно, хрящ представляет собой пористую, пропитанную жидкостью губку, которая при давлении выделяет ее, а при ослаблении впитывает в себя. Выделяемая жидкость и является суставной, за счет которой происходит питание хряща. Травмы и переломы таза, малоподвижный образ жизни, чрезмерная нагрузка сустава приводит к неправильной циркуляции крови вокруг сустава. Как следствие, меняется качество суставной жидкости. Чем лучше циркулирует кровь вокруг сустава, тем больше питательных веществ поступает в сустав. Поэтому в комплексе лечебных мероприятий при коксартрозе назначается магнитотерапия. Действие Алмага-02 позволяет улучшить кровоснабжение в пораженном суставе, тем самым остановить процесс разрушения хряща и снять симптомы заболевания. Магнитное поле усиливает внутриклеточный обмен веществ и нормализует питание хрящевой ткани. Это позволяет остановить процесс разрушения хрящевой ткани и восстановить часть утраченных функций. Курс магнитотерапии при коксартрозе состоит из 15 процедур. По одной в день. Для сеанса используется основной излучатель аппарата, которым оборачиваем пораженный сустав. Первые 5 процедур делаем на программе 27, остальные 10 на программе 28. Применять Алмаг-02 можно также и в домашних условиях. Учитывая, что коксартроз носит хронический характер, существует необходимость в проведении повторных курсов. Для профилактики рецидивов курс лечения аппаратом Алмаг-02 проводят 2-3 раза в год. Только в ноябре приобрести Алмаг-02 со скидкой 25% можно в медтехнике на Комсомольской. Наше преображение почти подошло к концу. Напомню, что по правилам программы мы подбирали для Марины 6 образов. Три она сама для себя, еще три для нее один из наших фэшн-экспертов. Сейчас осталось выслушать только мнение остальных. Мне нравится, в принципе, образ пальто. Единственное, я бы поменяла здесь брюки, но, наверное, он будет немножечко такой скучноватый из-за цветовой гаммы. Поэтому остановлюсь на изумрудном замшевом платье, пусть это будет в тенденции, в ногу, так сказать, с нынешней осенью. Итак, я выбираю последний наш образ, зеленое красивое платье, потому что я думаю, что это действительно сейчас в тренде. Оно и очень идет, и героиня в этом чувствует себя уверенно. Красивая бижутерия, красивая здесь обувь, все подобрано хорошо. На ней очень все это хорошо, гармонично смотрится, и ей, я думаю, очень хорошо это идет. Встречаем нашу Марину. Марина, ну и финальные подарки от нашей программы. Во-первых, сертификат от магазина Мила, для того, чтобы еще больше обновок в гардеробе появилось. Также для того, чтобы побаловать и порадовать себя, сертификат на массаж от парикмахистской Настахановской 21. Ну и для особенных случаев, для особенных выходов украшений от магазина Герцогини. Спасибо. Мне понравилось вообще все время, которое мы провели здесь вместе, когда мы подбирали одежду. Огромное спасибо команде за позитивный настрой, ну и за такой потрясающий результат. Если вы хотите принять участие в нашей программе, оставляйте заявку в специальной теме на странице страны Совета ВКонтакте. Мы же с вами встречаемся уже в следующий четверг в 2015 на Первом городском канале. Включайте, смотрите, покупайте. Субтитры подогнал «Симон»!